Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 3190. Нам можно звонить и задавать свои вопросы. Сегодня в студии для вас работает Ирина Чекунова. А теперь представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, Иван Владимирович Демидов, директор Тверского Госфильмфонда. Иван Владимирович, здравствуйте. Доброго дня. Саид Гаджевич Валиев, психолог-практик, руководитель Тверского регионального отделения Академии ценностно-смыслового самоуправления, ведущий специалист Центра семейной культуры «Жемчужина». Саид, здравствуйте. Игорь Николаевич Таневицкий, главный тренер и руководитель клуба «Тхаквандов» в Твери, чемпион Тверской области, победитель чемпионата России среди ветеранов, обладатель черного пояса третьего дана. Игорь Николаевич, здравствуйте. Игорь Григорий Николаевич Базлов, президент Центра русского рукопашного боя, кандидат исторических наук. Григорий, добрый день. Здравствуйте. Сегодня у нас довольно интересный разговор. Роль мужчины в современном обществе нередко от женщин можно услышать такое, даже брезгливо, обмещал, обмельчал нынче мужик и даже гвоздя того же прибить не может, как будто бы дело в самом гвозде и как будто бы дело в самих миллионах, которые якобы мужчина должен заработать. Так важны ли деньги для современного мужчины? Сколько он зарабатывает? Важно ли то, что он умеет или не умеет прибить гвоздь? Давайте поговорим сегодня об этом и начнем разговор, с какого возраста должно наступать именно воспитание мужчины? И достаточно ли сейчас школа дает для воспитания мальчиков? Тем более, если мальчики воспитываются отнюдь в неполных семьях. Поговорим об этом и не только об этом. И начнем, наверное, с того, где у нас современные мальчишки в сегодняшнем нашем обществе могут выучиться ремеслу. Да, вот этому ремеслу. Как обстоят дела в школе? Начнем, наверное, с этого. Кто? Давайте, Григорий. В школе они обстоят никак. Раньше, я помню, Гриш, были уроки труда. И сейчас есть уроки. Нас учили, девчонок учили шить, мы что-то на основу кулинарии. Теперь аппликации из бумажек у всех. Почему? Потому что, типа, нельзя детский труд эксплуатировать? Хотя, как он эксплуатировался? Это к министру образования дело. Ну, вопрос не ко мне. Ну, я понимаю. Это настолько смешно, то, что там преподают. И тут, наверное, надо говорить не о... Почему об одном уроке труда? Надо говорить об образовании, которое в нашем обществе на протяжении 30 лет уничтожается. Я работник образования. Я могу про это сказать откровенно. И везде вот эта баллонская система, которая у нас внедрена, в основном внедрены ее плохие стороны и реализованы очень хорошо. Ну, и не случайно же, правильно? Конечно, не случайно. Безусловно. Это деформация советской общей образовательной школы. По любым вопросам. Не только там по урокам, уроке труда. Почему вообще вопрос так стоит смешно, что мужчина должен вбивать гвоздь? Это что, мужчины главная, что ли, задача? Ну, вот вы как-то озвучили некоторые такие стереотипы. В том числе женские. Женские. Понимаете, гвоздь вбить можно лбу. Гвоздь вбить может аппарат. Это вообще не качество мужчины. И это не труд. Если человек не может вбить гвоздь в стену, он дебил. Его надо лечить. А лучше его усыпить. Нет ни одного человека, который не может вбить гвоздь в стену. Вообще не существует. Мне сразу почему-то вспоминается Джером, как дядюшка Пуджа привешивал картину, да? В перебранке забыли делимое. Да, это ко мне вспоминается сразу ирландское рагу. Вот у нас, когда говорят о мужском чём-то, это ирландское рагу получается. Тащат сюда всё на свете. Гвоздь какой-то. Ну, что за гвоздь? Ведь не вы первые, как бы, про это говорят. Ну, естественно, это бытующее мнение, бытующее мнение. Вот я его на завязку. Вот он и завязал. Женщина, вот это такое мнение, да. Где может мужчина в возрасте научиться вбивать гвоздь? Да не надо этому учить вообще. Гвоздь вбивать не надо учить. Берёшь гвоздь, берёшь молоток и вбиваешь. Вбиваешь. Это сделает любой человек, который с две руки. Что нужно у нас? Что нужно? Что пучи, могли они, например, могли кран сделать, если мы говорим про труд, розетку сделать. Всё. Больше ничего не надо. Ну, что по дому? Обои поклеить. И вообще-то по дому теперь должны делать специальные службы, если сложное что-то. Но вот такую вот ерунду можно научить ребёнка в школе, там, я не знаю, за 10 занятий, за 20. Это просто. Этому никто ничего не учит. Но, опять же-таки, можно научить в школе. Ключевые слова, да? Чуть-чуть он соображает. Григорий Николаевич, я добавлю, что он говорит, и я тоже как-то мы уже общались на эту тему, и здесь все меня поддерживают прежде всего. То, что там образование, выключен вот этот момент, самый главный, воспитание. Потому что, прежде всего, на воспитание накладывается образование, знание. Если ты не будешь воспитан, да ничего тебе не будет. То есть, должно быть желание и быть, в том числе, вот мы начали говорить, что мужчину отличает. А мужчина, как вот, это на наш, на русский дух, если говорить, мужчина – это добытчик, не вопрос, защитник, да, и первооткрыватель всего неизведанного, нового, новые миры, там, новые земли, космос, я не знаю, ну вот просто и в науке где-то он должен двигаться вперёд. Вот здесь мы с Аидом на эту тему говорили, он может дополнить меня совершенно другой из нас. Ну, я могу сказать, что, вот я приходил в школу, в техникум, да, уроки мышления, спрашиваешь, а зачем семья нужна? Вот зачем? Вот девчата, они что-то понимают, там, детей растить, ещё что-то, а мужчина говорит, а мне не надо. Я и так прошу. Зачем семья нужна? Зачем мне? Что мне? Зачем мне вот эти пелёнки, распашонки? Он говорит, я могу, я могу жениться, но я буду драть своих детей, как Сидорову Козу, потому что драли меня. Я буду на неё кричать так, как кричали мои родители. Я говорю, а зачем тебе это надо? Он говорит, не знаю. Вот у нас сейчас молодёжь, она не знает, зачем она учится, она не знает, зачем она семью создаёт, она не знает, зачем вот этих детей потом дальше двигать. Она не знает, что такое мужчина. Нет, я не думаю, что все не знают. Учиться, ну, в большинстве своём, народу, нет времени, чтобы думать об этом. Люди живут, потому что живут им, вот, впереди морковка, ты должен учиться зарабатывать деньги, ты должен там учиться стать, значит, кем-то. Ну, вообще деньги, конечно, на первое место сейчас вышли последние. Цели смещены. У нас смещены наши ценности. Вот ценности, кто говорит о мужских ценностях? Вот Григорий сразу говорит, да, а почему гость-то забивать? Это что, это основная ценность? Вот если посмотреть, что такое мужчина? Вот я ездил к батюшке, к батюшке, вот Григорий хорошо его знает, батюшка сказал, говорит, так ты вслушай себя в само слово мужчина. Мужчина – это мужской чин. Если мужчина, то ты служишь чему-то здесь. Ты пришёл сюда не просто так, ты пришёл сюда, чтобы ещё служить. Вот прямо в языке, мы же на русском языке говорим, мы все русскоговорящие, мы все носители русской культуры. А что это за чин такой? И тогда чётко вот любой, тот, кто считает себя мужчиной, он должен сказать, вот если я мужчина, то я имею как служащий, да, то у меня есть должностная инструкция. И по должностной инструкции я, как мужчина, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. То, о чём говорит Иван Владимирович. Мужчина должен быть открывателем, мужчина должен быть тем, кто ресурс зарабатывает. Мужчина – это тот, кто мир защищает. Мужчина – это тот, кто имеет возможность наполнить этот мир законами. Мужчина – это тот, который… Должен быть ответственным ещё за этот мир в обязательном порядке. Да, он отвечает за этот мир. Ну и вопрос, с чего начали, с какой поры подготавливать-то нужно, если тот же самый мужчина, будущий, с рождения, вырос в неполной семье, окружённой женщинами, и в школе у него преподают одни женщины, да ещё по определённой системе. Я скажу, что готовить мужчину надо прямо с перинатального возраста. Вот в нашей культуре раньше как было? Женщина. Как она готовилась? Она выходила за пределы вот этой всей нервотрёпки, вот этого всего негатива. Она была в общем пространстве в таком, в уютном. И она не только тело ребёнка там готовила, она буквально внутри себе свивала колыбельку для души ребёнка. Саид, я сейчас вас прерву, мы на небольшую рекламу удалимся, уважаемые друзья, буквально две минуты не переключайтесь. Ещё раз здравствуйте, тема дня в эфире. Сегодня говорим о роли и предназначении мужчины в нашем обществе. Остановились на том, с какого же возраста нужно воспитывать вот этот вот мужской дух. Саид говорит, с младенчества. Прямо с перинатального, прямо с животика у мамы. Ведь самое основное, для мужчины очень важно, чтобы мир был добрый. Вот русский человек, кто такой русский? Русский – это светлый. Это тот, кто является носителем светлого духа. Это действительно, вот русский человек сидит, от него светло должно быть. Так вот это светлое состояние, оно передаётся от родителей. Это мама, она должна быть в светлом состоянии. Это папа должен быть рядом достойный. Это же то, что пронизывает ребёнка с самого его рождения. А потом то, что дорабатывается. Вот у нас учёные ничего говорят, ну те, которые занимаются младенчеством. Они говорят, что, по сути дела, основная жизнь ребёнка, она в перинатальный период, во время беременности и во время родов. А всё остальное это только дошлифовывает потом. Он потом до шести лет только дорабатывает вот это описание этого мира и самого себя. Ведь если это основание у нас стоит крепко на ногах, то потом ребёнок входит в первую социальную сферу, а эта социальная сфера – это семья. И тогда у ребёнка формируется вот та самая база, на которой он может потом дальше двигаться. А я не согласен. Мне кажется, у каких-то розовых поней нарисовали. То есть вот есть такой период внутриутробного формирования ребёнка, который важный. Ну как бы его жизнь начинается мужская, даже не после рождения. После шести лет. Да намного позже, конечно. Он, конечно, мальчик сразу же. Но требования к нему, как к мальчику, возникают, когда он начинает соображать хотя бы чуть-чуть. Это всё очень важно, безусловно. Да, да, да. С какого вы с вами говорил? После пяти лет. Я так и не понял. У меня три сына выросло. У меня брат старший, у меня кругом одни мужики всегда. Я не могу на этот вопрос ответить однозначно. С какого? Это пусть педагоги морочат друг другу голову. Ну и вообще, почему нас этот вопрос волнует? Когда? Если это полная семья, если там отец нормальный. Ну просто не псих, он нормальный мужик. Ну если полная семья, я здесь согласен. Это ключевое. Это ключевое. Но вот как Саид описал, что вот светлый человек, но не все далеко, не все светлые всё равно люди. Григорий, на самом деле, вот правильно ставит вопрос. У нас, вот в нашей культуре, в русской культуре, там люди должны быть вежественные. Они должны проходить этапами. Правильно. Вот ты сперва имеешь вот эту основу любви. Хватает у тебя её? Да. А потом дальше мир раскрывается. И чем дальше, тем путь становится всё уже. Там испытаний всё больше. Там же дальше узким путём надо идти. Вот в три года, да, действительно в три года, мальчику нужно учиться становиться, быть хозяином. Если этого не произошло, если ему там в руки там веточку не дать, и он не пойдёт пасти этих гусей, или если у него нет своего пространства, то потом, как он станет хозяином уже в своём взрослом возрасте, как он будет вести своё дело, как он будет организацию вести. Здесь больше вот, Гриш, роль отца именно вот в этом становлении, становлении мужчины как мужчины, именно на первом этапе в семье, да? Просто здесь всё как реплик. Дело в том, что есть и опыт традиционный, в принципе, казачьей культуры, если брать, то там до пяти лет ребёнок с мамой, и мама его воспитывала после пяти, к отцу, всё, и там уже отец спрашивает. И это обязательно посвящение должно быть. Это не просто так, вот как Григорий говорит. Ты просто, вот ты проходишь это испытание, и тогда ты переходишь на сторону отца, а там совсем другая жизнь. Вот эти розовые пони, они действительно заканчиваются. Ну тут ещё такой интересный момент хотел сказать. Да, мы говорим много про мужчин, но на самом деле есть вопрос ещё и к женщинам. Я скажу почему. Интересный момент. 1998 год. Я это запомнил специально. Я беру Руди женский журнал. Женский. И опросы девочек, которым возраст 16 лет. Какие качества вы видите в мужчинах? То есть, какой должен быть у вас мужчина? Ну, чтобы выйти за него замуж, впрочем. Они перечисляют. 1998 год. Мужчина. Мужественный, смелый, сильный, уверенный, целеустремлённый и так далее. Хорошие мужские качества. 2018 год. Тот же журнал. Опрос у этих же 16-летних девочек. Какой должен быть мужчина? Перечисляют. Ласковый, нежный, добрый, заботливый. Посмотрите, как поменялся 20 лет. Вопрос к женщинам. Почему так? Давайте я отвечу. Давайте. Потому что в нашем обществе с конца 80-х годов, с начала 90-х годов, происходило последовательное формирование нового человека. Нового не в значении хорошего, а нового по сравнению с традиционным человеком. В нём заменялся образ женщины-матери, женщины-жены на образ женщины-любовницы и женщины-модели, скажем так. Которую должны обеспечивать, которой все должны, а она должна просто хорошо выглядеть. Причём за чужой счёт. Это, конечно, не коснулось всех до одного. Но это выливали на голову девочкам просто 30 лет, уже больше. Уже четвёртый десяток пошёл. Странно, что ещё остаются люди-женщины, которые смотрят немножечко по-другому на жизнь. Поэтому у нас много однополых. Мы не на Западе пока. Неполных семей. У нас неполных семей. Вы знаете, что 90% разводов по инициативе женщин, а я считаю 100, наверное. Потому что она сделает так, чтобы мужик просто ушёл. И будет, что как будто бы и то он развёлся. У нас к женщинам очень много вопросов. Потому что тут вот нет мужика. Кого мать-одиночка растит? Послушного мальчика. Женоподобного. Аккуратного. Хорошо одетого. В школе у него учительница. Даже в наше время учительниц было очень много. И если мы там подрались, выясняя... Ну, просто за честь свою мальчишки дерутся, да? То наказывали. Наказывали не того даже, кто там что-то нахамил. А драка возникает из-за конфликта, да? А наказывали того, кто набил. Кто победил. Кто более яростный. Да. Необязательно яростный. Да нет. Кто более огненный. Да не обязательно огненный. Вот меня смущает ваша вот этот вот... Тут нужен ритуал. Тут огненный. Тут нужно организовать внутреннюю колыбельку. Какой-то такой мистицизм. А что делаешь? Я же действительно... Я поехал в своё время. Я учился психологии. Я учился традиционной психологии. Да? А в 2014 году я понял. Нельзя нам изучать вот ту психологию, которая сейчас изучается. Она прозападная. Она не относится к душе человека. Ну да, я поехал в казачьи традиции. Я поехал вот к ребятам, которые изучают этнографию. И действительно... Это кто? Вот я этнограф по специальности. Скажите мне, кто это эти ребята? Если это этнографы, я сразу скажу, я знаю этого человека. Если это люди, которые сейчас знаете, этнографом себя называть любят все, потому что никто не знает, что это такое. Что это такое, да? Да, вот кто-то там что-то про народ такое изучает. Я этнограф. Как про рукопашный бой, да, у нас. Дядя Федя что-то руку научился в милиции выкручивать за спину. Он тренер рукопашного. Какой ты тренер? Ты методику знаешь в преподавании? Ты вообще сам выступал на соревнованиях. Понимаете? С этнографами то же самое. Поэтому вот что за казачьи этнографы? Григорий. Значит, школа Соборной Росборьбы Стоот. Вот у нас сейчас, да, у нас, у нас там застава стоит под Ржевым. Ребята со всей России туда приезжают. Понятно. И вот можно... Да, 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 конечно, Игорь. Так вот, я заканчиваю ту тему, которую я начал. Когда мне это стало интересно, я беру этот журнал, статью, прихожу к своим девушкам, знакомым. У меня занимаются и девушки, и юноши. Кстати, я с большой любовью отношусь к теме другим и спрашиваю девушек, а почему тут нету такого качества, как мужественный, такого качества, как энергичный. Ну, по поводу энергичного там еще был ответа, а по поводу мужественного, знаете, что девушки говорят, а что это такое? А что это такое? Да воспитывались, называется. Да, они не знают, что такое. Вот еще вопрос. Так вот, прав абсолютно здесь, Игорь Викторович, в каком плане, что даже в армии сейчас советы матерей могут принимать решения, те, от которых, в принципе, командиры полка и прочие говорят, да, вот мы должны, извините, мы исправимся. До какой степени? И вот, естественно, мужество, откуда оно может быть? О фильмах посмотрите, что творится сейчас. Об этом мы тоже как-то уже говорили. Ну, вот из-за чего мы, собственно, здесь, и я, наверное, присутствую, чтобы понять, что вот воспитание оно должно быть и через, уши-то мало доходит, а вот живьем списываешь, срисовываешь, когда поведенческие отца, матери, близких людей из фильмов, допустим, тех же самых, которые мы в детстве воспитали, в принципе, как там, Высоцкую, да, здесь умные книги я в детстве читал. Вот этих сейчас, не книг умных-то получается, и фильмов нет, получается, какая-то провокация идет гнусная, при том, обязательно вот съезжают на какую-то вот ситуацию, чтобы обязательно геи ходили, там, еще где-то и так далее, там, слава богу, у нас вот здесь границу поставили, наконец-то, и запретили, закрыли. Есть, в конце концов, просто-напросто мужчины, есть женщины биологически, другое дело, что, но, а психологически-то мужики, они должны быть тоже выше, в каком плане, именно в своем направлении, вот то, что Игорь говорил. Так, Игорь Владимирович, самое интересное, где-то было в соцсети, и помню, то ли в ВК, то ли в Инстаграме, ну, что-то пандемия, в Москве появилась большая группа молодежи, они себя, знаете, как это назвали, мы тоже платим деньги, это они не уступали месту в транспорте, не уступали. А, даже так? Да, и там было очень много молодых парней, стоит бабушка под 90-е, трясется, а он сидит такой с гаджетом, я в группе. Демонстративно. Да, мы тоже платим деньги назывались. Это как раз вот перед эфиром, уважаемые друзья, говорили о том, что вот Игорь сказал, что видел буквально давно картину, бабушка с внучком, внучек 9 лет сидит в гаджетце, а старушка, божий одуванчик. И обратите внимание, они-то очень быстро объединяются. А вот нам, допустим, собраться, объединиться, ведь сейчас не так просто. Ведь если раньше, ну, собрались и всем миром, всем миром, значит, церковь поставили, да, всем миром вообще дело делаем, а мы начинаем говорить, у каждого из нас есть какая-то своя правда. Вот как мы соединяем эту правду? Получается ли у нас соединять эту правду? Вот мы же живем вот так вот разрозненно. Нам нужно именно то самое мышление, которое может нам помочь соединить те светлые знания. У Игоря есть знания восточных боевых искусств? Здорово. У меня есть знания психологии? Здорово. У Григория есть знания боевых искусств, традиций? Да, Ивана Владимировича. Есть знания, как вот формировать просто через видеоматериалы, да, через социум. Вот взяли и сложили эти силы-то. Вот так же мир строится. Так же и надо действовать. И мужчина, по сути дела, должен это делать. Вот мир-то общий строить. Вот знаете, почему я вырвал восточные единоборства? Я с большим уважением отношусь к любым видам боевых искусств. Неважно, западные, восточные, южные, какая разница. Но, что мне понравилось в традиционных боевых искусствах, воспитания и традиции. Там такое уважение к старшему, такое уважение к родителям. Значит, знаете, как мастер берет в обучение учеников в Корее, тоже, Южная Корея. Он проводит беседу и смотрит на отношения к родителям. Если он увидит хотя бы малейшее непочтение к папе, к маме, он в зал даже не допускает его. Вот, вот такое воспитание идет. И оно правильное. Ну, кстати, Григорий, ведь у вас, еще раз напомню, что Тверская губерния, ведь родина русского рукопашного боя, Буза, нет? Нет. Весь Северо-Запад, если про Бузу говорить, а вообще по всей России, очень распространен русский рукопашный бой. Но он у нас запрещался по статье хулиганства. За это сидели. И поэтому, ну так, и видом спорта он не стал. Это были, это какие годы это были? Это было, ну, в Советском Союзе. Там, начиная, наверное, с 35-го года первая статья вышла, что это все запрещалось. А так, ну, это старое очень явление. Очень много их видов там состязательных единоборств. Борьба на поясках, это не за пояса, это там, как портупея вязался. Борьба в охапку, борьба на вольную, вот прототип самбо современного нашего спортивного. Откуда много его. Палочный бой, ножевой бой, кулачный бой стенкой на стенку, кулачный бой один на один с ударами ногами. Не так вондо, где много ног, да, но тем не менее с ударами ногами. Вот, и это просто все как-то рассосалось под давлением. Часть ушла в самбо, в спортивное, часть ушла в боевое самбо. А в народе, как у нас, когда из деревень выпустили народ, там была традиция передачи от младшего к старшему. И когда уехали из деревень в город, паспорта дали, помните, было такое? То традиция передачи нарушилась. И спортзалов для этого не было, секций для этого не было. Если они в деревне там занимались, потому что все вместе живут, и весь цикл был календарный для этого, постоянные там были состязания, или в виде драка, или в виде состязания деревни с деревней. Ну вот, то потом это просто все растворилось. Вот мы еще живых нашли, очень много их было, этих носителей, но сама традиция была нарушена передачей. Поэтому пришлось ее, как бы сказать, переносить в спортзалы. Этого не было же в народе. Ну вот, какие-то там хитрости придумывать, потому что многие навыки физические люди получали естественным образом в процессе труда. А теперь нужно для этого горожанину, нужны тренажеры, потому что он просто не разовьется, если он этого делать не будет. Но это мы немножечко отвлеклись. У нас на протяжении последних 100 лет убивается традиционное общество. Мы находимся, в принципе, в финале этого убийства, которое еще не произошло. Мы тут уже радуемся тому, что у нас гомосексуальные браки не признаются браками. Это дно. Понимаете, мы радуемся, что есть только два пола, мужчина и женщина. Мы не говорим про мужественность, про мужский... Ну, мы вот тут говорим, а так-то вопрос уже радостно, что просто мужику можно быть мужчиной. И можно реагировать с отвращением на гомосексуалистов. У нас же за это ругают. Как это ты... Ты что вот... Ты не толерант. ...позволил себе... А с какой статьи я должен... Новое слово. Нерзость терпеть. Меня ругали за это. Да? Я просто в одном месте. Ну, мне было неприятно, я сказал парню, иди отсюда. Скал. А там были представители... Так, не хочу обижать, наверное, это ваши коллеги. Турческие интеллективные. Но они молодые, это по 25. Как они меня натянулись? Да кто... Как ты можешь? Да он же такой же человек, как и ты. И прочее, прочее. Я говорю, да, он такой же человек, как и я. Но я не хочу с ней быть в одном месте. Понимаете? Не хочу. Я чувствую, что это какое-то унижение моей мужской природы. Вызов моей мужской природе. Вот так вот. Но они это не поняли. Они это не поняли. Они не поймут, их воспитывали 40 лет. Да. Что чем ты уродливее, тем ты лучше. А все остальные... Они должны относиться к уродливым не просто с терпением, а с каким-то таким стыдом, что ты не уродливый. Да. Что, простите, вы меня простите. Уродливые нормальным должны диктовать условия. С какой стати? Так, самое интересное, что вот этих уродов очень много. К сожалению, идет на эстраду, в театр и так далее. И оттуда это идет и движется. Их кино, в том числе. Конечно. Это же эталон. Эталон? Он достиг всего, что хотел. У него есть миллион, у него куча подписчиков. Он может уезжать. В период спецоперации, когда запахло жареным, как все эти уроды и их проповедники побежали все в любые страны из России. Они же конченые предатели. Они растут предатели. Да, конечно, они же говорят, что нам стыдно быть в России. Нам стыдно быть. Ребят дожили вообще. И вот нам вот эти люди и нашим детям, они что-то такое пытаются объяснять, каким нужно быть. Они годами объясняли это. Десятилетиями. Да, десятилетиями. Так правильно, он Грич сказал, если 40 лет тебе говорить, они уже воспитанные, как на той же самой Украине. Откуда там нацинк? Если им 30 лет вбивали в голову. Если вот, он уже два горшка. Они сняют за это, понимаешь, какая штука. Да, конечно. Ирина, знаете, что у меня странно? Вот они говорят, нам стыдно быть россиянами. А в какой стране они миллионы заработали? Да кто-то и делал. В какой стране миллионы заработали? Вот, они в России заработали миллионы. Как они могут стоиться той страны, которая дала им возможность стать такими обеспеченными людьми? Да тут уже, как Иван, не помнящие родства, тут что говорить-то? Они просто родину сами используют как кормушку, не более того. Вот мы думаем, что они нормальные люди? Они ненормальные люди. Они паразиты, которые здесь сосали кровь у народа. И поэтому они убежали отсюда, потому что это не их родина. И народ это не их. Просто отсюда можно было выкачивать всё. И пока они выкачивали, они пользовались этим. Как только запахло жареным, они все убежали. И слава богу, что они убежали. Лишь бы их не пустили назад. Да, это же зараза. Это же на самом деле зараза. Конечно, конечно. Вот этот менталитет, вот такое отношение к людям, это точно зараза. И чем меньше этой заразы будет, тем лучше для нас. Потому что надо же создавать действительно пространство, где вот то нормальное основание, которое есть у нас, просто по принципу того, что мы действительно русские люди, мы россияне. У нас вот русский этический код. Вот просто создай нормальное пространство. Вот те же самые заставы, занятия с детьми, науку управлять собой. Мы часто, кстати, уважаемые друзья, за этим самым столом говорили в предыдущие годы, я задавала вопрос своим гостям, а вот случись что? У нас будет вообще в России кому Родину-то защищать? Можно я скажу такую штуку? Есть такое известное наблюдение. Разные философы про это говорили, что трудные времена рождают героев, эти герои налаживают мир, порядок. В это время рождаются и воспитываются спокойные дети, которые постепенно разваливают страну. И потом появляется либо опять война, и тут уже вилка. В этой войне может этот народ исчезнуть, и придут другие грубые, нетолерантные, схватят этих женщин и сделают их своими женами или наложницами. Или второй вариант, что опять народ этот героев родит, и еще продолжается какое-то время, и он существует. У нас сложились такие обстоятельства, было сделано почти все для того, чтобы герои не родились в случае чего. А если родились, то чтобы их воспитать не героями, а вот такими вот маминкиными, как бы их назвать-то, сыночек слова даже не подходит, такими душками такими, или заблюдами, каблуками, тут много эпитетов очень нужно перечислять. Мы все это наблюдаем, в принципе. Поэтому у нас родина в опасности. И вот вы правильно сказали по поводу того, что нужны какие-то кружки еще. Но я считаю, ничего этим не сделать. Это должна быть государственная программа. Без этого ничего не сделать. Никакие кружки вот эти, это все ерунда, пыль. Это будут отдельные очаги какие-то, которые ни к чему не приведут. Но в сущности, Григорий, как очаги, вот есть, вот Игоря, да, вы занимаетесь, вы же занимаетесь с детьми. Мне 50 с лишним лет, шестой десяток идет, столько сил потрачено на борьбу с ветряными мельницами, государство не сделало ничего. Если оно так, ну, немножко вот если это вид спорта олимпийский, там какая-то поддержка есть, а в других-то ничего. И я вам скажу, если в школе не будет высокая зарплата, такая, чтобы туда пошли мужчины и могли содержать семью, там так все плохо и будет. Женщина просто не справляется с, как бы, мужской педагогикой, она женщина, она не может это сделать, ну, в силу того, что она женщина. Она как женщина сделает, а как мужчина уже не может. Нужно туда мужиков, тогда это поменяется. Вот, вот, о чем мы говорили много лет уже до этого, да? Конечно. Это все, это женское воспитание, конечно, женское воспитание тоже нужно, да? Но мужчина... Нет, женское воспитание нужно тоже правильное. Конечно. А если у нас вот такая деформация идет, что жены, женщины склонны расти детей одни и объяснять детям, какой у них папа дурак был, или там ваш отец, обычно так это не говорится у разведенных, то какой там нормальный мальчик вырастет. Потом они приходят к тренеру, эти мамы, и говорят, сделай из него мужика. Приходят, Игорь? За 6 часов в неделю, сделай из него мужика. Тебя не старается, но он уходит домой к маме, и она его потом переделывает. Я, Ирина, скажу так, тезиский опыт уже не маленький достаточно, да? Прошло через меня много, и девушек, и юношей, ну, в данный момент, говорю, про юноши, которые в полной семье и которые не в полной. Разница в поведении колоссальная. И вы правильно говорите, Григорий, я пытался, я пытался, я пытался, но трудно. Толку мало? Не то, что мало, но трудно, очень трудно. Но уже что-то в голове сидит, да? Уже манера, ну или что, уже образ жизни, да? Да, да. Он уже видит, что вот неполная семья – это естественно. Вот представляете, ребёнок так живёт, он напитывается вот этим пространством. Для него это становится нормой. Она у него на уровне подсознания формируется. Вот я 26 лет занимаюсь психологией, да? Я точно вижу, вот люди приходят, и они формируют уже у себя ту семью, в которой они находились, вот один в один. Они прям повторяют те же самые ошибки. Они говорят, я никогда не буду ругаться на детей. А у самих ярость, ненависть, злость, сбрасывание на них. Потом приходят ко мне и плачут. Я говорю, я не знаю, что делать. А человек прям пропитывается этим. Вот для нас очень важно, чтобы изменилась среда. Правильно Григорий говорит. Да, должно быть на государственном уровне. Должно быть решение, с одной стороны. А с другой стороны, это должна быть поддержка. Вот в 96-м году много мужчин пошло в школу. Я пошёл в школу. Я был воспитателем первого класса. Я там преподавал. Мне пришлось уйти. Почему? Там действительно зарплаты шиши, да ничего. Ну, уважаемые друзья, но вспомните, что если ты учитель школы, значит, ты неудачник такой. Вот вкладывали в голову. А мужчин тогда было много. Вот тогда мужчин, вот в нашей школе четверо мужчин было. Которую преподавали. Физкультуру, да, наверное. И физкультуру, и трубку. Физкультуру, да, это тоже. И географию преподавали. Черчень у нас уже, да, был мужчин. У нас было много в своей бытной школе. Слушайте, 4 мужчин, это очень мало. Должно быть 90% мужчин. Или давайте школы разделим на школу для мальчика. Вот как раз вот говорили, вообще, во всяком случае, вот то, что было раньше, вот это разделение, оно вот как бы, вот оно бы спасло сейчас как-то ситуацию? Оно бы помогло, потому что нужны педагоги. Чтобы выросли дети, нужны воспитанные и обученные педагоги, чтобы они это могли сделать. Пусть кто хочет в смешанных школах, пусть. Кто хочет отдельно мальчики и девочки, пусть. Это же возможно сделать, пожалуйста. Обратите внимание, все элитные школы везде, ну, там, в старом обществе, в Англии, например, или где-то, они все раздельные. Конечно. Ну, и наши родители учились в раздельных школах. Ну, кто да, кто нет. Но тем не менее. Нынешней молодежи будет в состоянии шока находиться, если предложатся раздельные школы. То, что в школе начинается ранее сексуализация, девочки с мальчиками встречаются, а теперь скажите им, 14-летним, что их разделят. Какой состоянии шока они испытают просто-напросто? Да мальчиков еще пока не испытают, а девочек уже, потому что там два года разница есть большая. Так вот, я о чем хотел сказать. Вот на эту тему уже говорили мы, что происходит. На днях мне просто, ну, неожиданно в глаза бросилась одна фотография. Министры обороны западной, наверное, тоже все видели. А там не остается почти ни одного мужчины, который может командовать и чем-то делать. До какой степени? Это уже, понимаете, в чем дело? Это идет глобализация процесса. И поэтому стереть цивилизацию мужскую с лица земли, наверное, для них главная задача. Потому что легче приспосабливаться в данном случае под женщин. Они эмоциональны, то есть это прекрасно, то, что у них есть прекрасные эмоции и так далее. И мир другой. Но управлять иногда этим миром и двигаться к цели, надо так, чтобы отстраниться от эмоций и иметь холодную голову. То есть человек, руководитель обязан это просто иметь. Отстраниться от эмоций и подумать, куда мы двигаемся. Не всегда, к сожалению, вот это у нас учитывается. И тут я полностью согласен за то, что со школой произошло. Как так сейчас ставка официальная? Восемь с половиной тысяч. Что может сделать ненормальный мужик? Никогда не пойдет работать. Потому что он не сможет себя содержать, а у семью, а детей хотя бы было три, чтобы, да? А он какое-то все может содержать. Какая ставка? Вот, мы говорим, три, да? И мы уже сейчас об этом решении говорим. Вот такое вот. А потом берутся. А там остальное доплачивание идет за выставку. При этом большая нагрузка. То есть там оставаться педагогу развиваться, чему-то учиться, времени нет вообще. И опять же, кто идет учиться в вузы, педагогические, как раньше были, это считалось чисто женской специальностью. Почему? Я получил образование. Вот, ну сколько ребят было на факультете? Я учился на заочно, поэтому... Вот, а так я думаю, что в основном они девчонки. Разные факультеты, по-разному, конечно. А потом, если приходят учиться, то, как правило, слушают не то, о чем говорит преподаватель, а то, как он себя ведет. Они ознакомятся с его поведением, с его состоянием. Ну, как и должен учитель, он же... Как и должен учитель. Тогда должны идти те, кто имеет вот этот внутренний стержень, внутренний дух, который может действительно взять, разъяснить, разложить, как Иван Владимирович говорит. Будет вопрос какой-то, бах, он четко может свою позицию выложить. Он может четко показать, как может договариваться с другим человеком. Ребят, меня, вы знаете, вот у меня как-то вот очень душу запали, что вот Григорий сказал, что вот да, вот мы практически на самом деле. У нас, если государство сейчас не одумается, как мы, что мы можем сделать, да, да, да. Я не просто сказал, я этнограф, это моя специальность. Там изучаются семейные вопросы, изучаются структура общества, структура возрастная общества, как организованы взаимоотношения. Я был в очень многих странах, я видел, как это происходит. Я говорю ответственно, мы находимся на грани. Это не потому, что у человека не специалиста возникло такое ощущение, потому что у специалиста такое профессиональное мнение. Если ничего не сделать, мы пропадем. Это дело уже времени, когда это произойдет. А другие страны на грани? Европа, Европа плохо там все, в Европе очень плохо. В Азии хорошо в этом смысле все. Да, там еще дело. Там традиционные общества сохраняются. Кто у нас сейчас является тем самым комиссарами, которые были у нас в Советском Союзе? Психологи? Не-не-не-не-не-не-не-не. Сейчас, сейчас, Григорь, дай Бог. Ну, каждый скажет свою точку зрения. Я говорю, что сейчас вот это место пытаются занять психологи. Нет, да, согласен. Пытаются занять психологи. А кто психологи-то у нас? Они те, кто научились западному видению. Они оттуда взяли это знание. Или вас точно. Ну, второе, не ваш адрес в камень. Меня пугает количество занятий по фэншую. Для женщин 35 лет в основном. С 35 начинают. Это йоги безумные. Йога, это как по ветре уже. И чего там только нету. Там и по книге перемен гаданий, и про деньги. И вот эти оккультные движения, которые от восточной культуры. Я люблю восточную культуру, они разбираются. Но вот это все мне вообще не нравится. Это какой-то нас кормят каким-то силосом бесконечно. Либо западным силосом, либо восточным силосом. К своему принято относиться как к какой-то позорной деревне. В деревне в негативном смысле. Как что-то отсталое такое. И вот мы в этом промокаем уже давным-давно. И конца, и края нету. А ведь оно точно внутри нас есть. Вот внутри нас есть то богатство, которое действительно лежит. Просто внутри генетических программ. Внутри нашей крови. Так надо, чтобы как-то вот этот вот навоз-то разворожить. А мы-то вот зачем здесь? А мы-то же как раз. А вот для чего? Мы как раз говорим об этом. Но на центральном телевидении, я просто дополню, Григорий Николаевич, когда вот эти сейчас маски и прочее, и когда, не дай бог, русских песен. Вот появилась, слава богу, программа сейчас одна, на которой можно, таланты России, да, где мы вдруг услышали, что есть люди, которые поют на своём языке, поют замечательные какие-то мелодичные вещи, наиграют на своих инструментах. И появились, и удивительно смотришь, вот особенно меня до сих пор, вот этот момент, когда балалайку услышал, допустим, я не знаю, на каком уровне, но это отзывается изнутри настолько чётко, что как будто цепляет. Вы знаете, есть организация Российский фольклорный союз, крупнейшая организация аутентичного фольклора, настоящая там всё. Не Бабкина Надежда, вот, которая стилизация, да, настоящая. Это давнишняя сильная организация, и 30 лет скоро. Она растёт, как такса под шкафом. Их как будто не пускают никуда. Не пускают, а греш не пускают. И там такие таланты, там такие прекрасные люди. Почему их не пускают? В любой стране национально поддерживают как-то, развивают. У нас не пускают. Мы не нужны никому, как сильные нации. Зачем нас пускать? Нас отрезают от нашей красоты. Любого возьми сейчас человека, спроси, что такое русская традиционная культура, он скажет отвратительную вещь. Какой-нибудь георгин тут, картуз, красные сапоги, рубахов, горошек. Мне тоже противно. Это не русская культура. Нас приучили считать, что это вот дрянь, она и есть такая. Это подавляющее большинство. Возьмите про богатырей, образ мужчины, которых у нас с поколения в поколение растили. В школах мы изучали былины, несколько штук, да? Вы видели эти мультики про Лёшу Поповичу? Там же нет ничего, кроме имён. Там Глумире. Да, Глумире, Том и Джерри. И новое поколение вырастет вот на том, что вот эти дураки мерзкие, это русские богатыри. И тоже отвращение будет. Никто не знает уже, что это за богатыри были. Какие у них были качества. Умные были, благородные, сильные, дипломаты. Там такая красота. От этого всё отрезали. Всё отрезается, мы не можем своего как бы знать. Вот, ребят, ну вот может быть с этих богатырей начинать? Вот сегодня информация, что глава Министерства освещения сообщил, что будут учить истории с первого класса. Вот, про этих богатырей, что способно, да? Спрашивайте историка. С первого класса не надо учить историк. Ну хотя бы вот этим, блинам и прочее. Пусть будут русские народные сказки. Пусть это будет называться история. Нету педагогов. Если они подготовят педагогов, будет нормально. Но историю нельзя учить. В четвёртом классе, мы, ну сейчас пятый, да, изучали славян. Что там ребёнок может про свой народ узнать в этом возрасте? Он ему помнит барану-суковатку и какой-то там в белом они ходили балахони. Всё. Он остаётся дубиной потом. Про свой народ не знает ничего. Это надо в старших классах изучать свою историю. Не только про Ленина, там Гитлера и современные какие-то события. Вот эту корневую древнюю надо изучать. Позже, когда ум уже появляется. Чтобы хоть что-то знали. А вы знаете, вот я сейчас параллельно, мысль-то периодически крутится. Иногда высказываю. Вот здесь, за этим столом, просто задам вопрос, который все, как вот к этому отнестись. Человек учится 10 лет в школе, да? Но у нас 11 классов. Куда пятый выпал? То есть четвёртый. Как до сих пор не могут? Вот он начинает учить историю, будем четвёртый. А где, где? Первый, второй, третий, потом... Десятый, одиннадцатый, вот они на выпуск. А где класс-то потеряли? Как у многих вообще эти 10 лет выпадают из головы. Это же учат, в принципе. Неужели трудно вот за это время отменить и сказать, ребят, первый, второй, вот как положено? Мы же арифметику учим. Не трудно. Я, ребята, вижу негативную, прошу прощения, негативные старания. То есть не то, чтобы получилось всё хорошо, а то, чтобы ничего хорошего не получилось. Вот всю свою жизнь, полсотни лет, я вижу, как с демонтажа Советского Союза происходит демонтаж всего хорошего. И сознание, и везде. Он где-то что-то пробует выстроить, армия сейчас выстраивается. Там ещё позитивное есть, можно про это говорить. Но вот я работаю в образовании всю жизнь, я это всё наблюдаю. Но что это такое-то? Это специально делается, чтобы ничего хорошего не получилось. Я вот так вот торжественно заявляю. И тот, кто не забоится, любой педагог скажет, да, это так. Любой скажет. Тот, кто забоится, скажет, ну, я не знаю, есть много интересного, полезного. Ну, лицемерие тоже у нас в тренде сейчас. Ну, ребят, ну, кто забоится? Я сейчас перечитываю Достоевского, у него конкретно, его дневники писателя, называется, Россия и Запад. Где русским языком 150 лет назад человек сказал, Запад ненавидел и будет ненавидеть Россию. И делать всё, чтобы уничтожить нас с лица земли. Любыми способами. Он ещё тогда сказал об этом. И вот сейчас, вот если бы, вот я читаю, если бы я не знала, что это пишет Достоевский, я бы подумала, что это хроника боевых действий того, что происходит сейчас. И про Украину там сказано, и про Сербию там сказано, про всё там сказано. Ну, вот просто подумать, вот если мы, вот действительно, обладаем такой огромной страной, такой территорией, значит, должна была быть сила, которая вот эта всё пространство удерживала. Значит, вот тут в русском народе, в русском духе эта сила точно есть. И она где-то недалеко, потому что это вот, это наша сейчас действительность, мы сейчас не раздробленное государство. Вот просто обратиться вот к самым корням, о котором говорит... Ой, а вот как вот обратиться каждый? Это же тоже работа. Пусть перестанут мешать. Вот и всё. Нам, педагогам, учить перестанут. Пусть нормальное образование дадут. Пусть перестанут мешать. На уровне министров примут закон. Пусть будут комиссары, которые следят за этим. Чтобы не было вот этой вот всей, как её назвать-то, препятствий, чтобы не было. Звучение родной культуры, родной истории, традиции. Не терять надо. Вот в чём дело. Уж хотя бы не мешали на первом этапе. Пусть они снимут эти запретительные какие-то вещи. Народ-то стремится. Ну, мужчин-то на самом деле стремятся. У нас в Тверской области достаточно много ребят, которые занимаются с детьми, которые ведут вот эти мужские круги, там, с выезды на природу, в ночное. Потребность-то есть на самом деле. И у мужчин, которые на общественной инициативе вот это вот стараются делать. У нас в Тверской области их много. Вот их просто собрать, поддержать. Вот просто сказать, народ, это же для нас, для всех. Да заняться-то есть чем много. Конечно, помимо... А снова столб, это образование, общежка, что тебе вкладывают, да? А кругом, вон, и секции есть, которые могут. Да и в походы пускай мальчишки те же самые ходят. Должна быть пропаганда. Именно пропаганда. Хорошая. А у нас это слово стало ругательным. Я видел пропаганду в хорошем понимании этого слова. Вопрос идеологии. Ага, идеологии, конечно. Вы от идеологии ушли давным-давно. Но сейчас тут, слава богу, сейчас начинают говорить о чем? О том, что нам необходимы наши традиционные русские ценности. Это основа наша. Ну, каждый из нас видит эти ценности по-своему. Так не надо, что по-своему. У нас есть специалисты по русским традиционным ценностям. Есть они. Российский фольклорный союз и другие еще люди. Они есть. А вот есть организации, которые сейчас неуязычество. Слышали такую штуку? Это люди придумывают как бы славянскую религию. И на фоне голода и неграмотности бегут туда. Вот мы получили фашизм на Украине. Из-за этого именно неуязычество. То и религии, которые... Такой религии у наших предков... Это моя специальность, я могу говорить. У наших предков такой религии не было, Которые выдают сейчас за славянскую. И вот я ездил на Украину каждый год. Я видел, как там появлялся этот неуязыческий бред. Постоянный. Где вот такая мешанина из скандинавских богов, Славянских, которых выдумали, которых не было. Там мара какая-то. Какие-то там... Не буду перечислять все это. Которых не было этих богов. И вот получили мы людей, оторванных от своих традиций. Заменили как этим... Вот мультики про богатырей тоже заменили. Все заменяется. Есть специалисты. Нельзя, чтобы, понимаете, этим занимался. Мы все вот такие толерантные. Мы все видим... Попробуйте вы дагестанцу или этому чечену скажите. Вы знаете, я вижу, что должны мы по-другому танцевать. У них все пляшут одинаково. И у нас плясали все по-своему. Но теперь у нас это вопрос, понимаете, дискуссионный. Какие песни петь, что там русское, что-то... Да есть специалисты во всем. Если надо там телевизор собрать, специалисты, Челка лечить, врач тут есть. И в этом есть специалисты. И не надо искать никакой национальной идеи. И она у нас это справедливость, наша национальная идея. И православная вера. И все в порядке. Кто мусульмане, пусть они там ислам свой развивают и поддерживают. У них и так с этим все хорошо. Это у нас плохо все. Уважаемые друзья, эфир подходит к концу. К чему придем-то? К чему? Я так думаю, что мы все-таки объединимся. Даст нам повод вот эта сейчас операция на Украине. Просто-напросто осмыслить о том, что мы можем на самом деле стать на грани. И потерять. Если мы потеряем внутреннюю духовную сущность нашу, то, к сожалению, потом вот эти просторы России удержать будет невозможно. Поэтому надо собраться, вместе соединиться и работать именно в этом направлении. А без русского духа это невозможно. И без мужского духа это точно невозможно. И считаем, что везде было. И в семье воспитание, и в тех же секциях, и в общении с друзьями, везде. Это должно как бы развиваться и поддаваться в хорошем ракурсе. Что это наша культура, как говорит Саид, да? Да. Это наша культура. Это наши корни, это наша база, это наш фундамент. Кто бы ты ни был, это все равно наше. Григорий, потенциал есть тем, людям, которые поднятся. Это требует огромных усилий и лично для каждого человека в нашей стране, и для государства. Если эти усилия не будут приложены максимально, то мы пропали. Это, конечно, это серьезная работа. Если они будут, мы победим, безусловно. Спасибо огромное, уважаемые друзья. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо.